Кошек без особого труда можно научить ходить в лоточек, не запрыгивать на стол, не портить мебель и пр, но сидеть, лежать и давать лапку по команде вы ее не заставите. Да и нужно ли? Но если вам очень хочется, чтобы питомец мог сделать что-то особенное, или у вас есть ребенок, который, вдохновившись цирковыми номерами, решил заняться дрессировкой маленькой хищницы, то нет ничего невозможного. Некоторым трюкам кошки с удовольствием учатся. Но, чтобы ваши труды увенчались успехом, нужно помнить о самом главном, кошку необходимо заинтересовать. Кошка выполнит трюк только если решит, что это нужно и интересно именно ей. Во всех других случаях она предпочтет понежиться на любимой подушке. Успех зависит и от темперамента вашего любимца, если кошка очень спокойная и даже немного ленивая, скорее всего, она не воодушевится вашей затеей. Если же питомец активный и любопытный, у вас есть все шансы на успех. Кошку можно научить только несложным трюкам, основанным на действиях, которые питомец выполняет каждый день, сам того не замечая. К примеру, все кошки прекрасно прыгают. Так почему бы не научить кошку прыгать через трость-палку? Как это сделать? Для начала просто положите трость наполовину. Пусть кошка, пересекая комнату, переступит через нее. Как только вы увидели, что препятствие пройдено, обязательно наградите кошку лакомством. Вскоре ваш питомец поймет взаимосвязь препятствия и угощения и будет намеренно перешагивать через трость, чтобы получить вкусняшку. Пищевая мотивация для кошек, самая сильная, и лакомства станут вашими лучшими помощниками в дрессировке. Чтобы не причинить здоровью питомца вред, выбирайте правильные лакомства, разработанные специально для кошек. Не используйте продукты со стола. Обратите внимание на витамины и лакомства, дропсы, миксы и, конечно же, лакомые кусочки и палочки, мнямес. Такие лакомства не только очень вкусные, но и полезные. Они станут для кошки отличным стимулом выполнить трюк и внесут вклад в ее здоровье. Постепенно начните менять высоту трости. Как только вы увидели, что кошка почти подошла к препятствию, немного приподнимите трость. Каждый раз, когда кошка будет переходить препятствие, поощряйте ее лакомством. Постепенно повышая высоту, вы научите кошку прыгать через трость, и вот он, долгожданный результат. Когда кошка усвоит трюк и будет брать препятствие уверенно, можно немного умерить поощрение и награждать кошку лакомством не через каждый прыжок, а через несколько. Если же любимица перестанет проявлять рвение, немного снизьте планку и снова начните давать лакомство после каждого успешного прыжка. А еще кошку можно научить ловить и даже приносить вам легкие предметы. Это довольно легко, если пользоваться простым правилом, предмет должен вкусно пахнуть, чтобы привлечь внимание вашей любимицы. Просто киньте кошке предмет, и когда она возьмет его в рот, хлопните в ладоши, щелкните пальцами или подайте другой звуковой сигнал, и угостите ее лакомством. Если кошка принесла вам предмет, также подайте условный сигнал и поощрите вашу умничку. Не забывайте, что у каждой кошки свой характер и свои поведенческие особенности. Наблюдайте за питомцем, за его любимыми играми, за манерой поведения. Вполне возможно, ваша кошка уже умеет исполнять удивительные вещи, и вам только нужно их систематизировать. Помните, что кошку за проваленную дрессировку наказывать ни в коем случае нельзя, иначе вы отобьете у нее всякое желание учиться и лишитесь ее доверия. Обязательно поощряйте кошку и будьте терпеливы в тренировках. Если, несмотря на все усилия, выполнять трюки питомец ну никак не желает, не расстраивайтесь. Разве эти удивительные животные не прекрасны и без дрессировки?